Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на продаже появился набор из двух лютых фармеров Т26Е4 Супер Першинг и Т26Е3 Игл 7. Чем примечательны данные тачки, кому стоит их купить, стоит ли в принципе покупать их и зачем, это все сегодня обсудим в данном видео и обязательно выкатим машины из ангара. Перед тем, как это сделаем, хочу вам высказать слова благодарности моим спонсорам. Ребят, спасибо вам большое за то, что вы есть, за то, что вы спонсируете канал. Ну и присоединяйтесь, присоединяйтесь к этим ребятам, помогайте мне развиваться, ну а от меня получайте дополнительные плюшки, как от автора канала. Что касается набора, 8500 голды за восьмерку и семерку. По большому счету, это цена за годную восьмерку в составе какого-нибудь приятного набора. Здесь вам дают восьмерку и семерку, при этом два танчика, выглядят неплохо. Есть легендарный внешний вид на супер першинга, в котором действительно тачка просто огонь. Ну а что касается Игла 7, то у него нет никакого легендарного внешнего вида, он просто такой, какой есть. Ну и плюс к тому, есть весик в виде орлана, которого можно на Игла 7 поставить. Есть иксы, которые действительно круто помогут прокачать вам элитный опыт экипажа и поднять копилки. Открытое все оборудование, по моим подсчетам, приблизительно где-то 3,5 миллиона серебром поможет сэкономить на двух этих машинах. Ну, соответственно, два слота в ангаре и, как мне кажется, никому не интересный аватар. Что касается самих тачек, чем они примечательны и почему данные машины имеют смысл купить. Дело в том, что Супер Першинг Т26Е4, это восьмерка, он имеет повышенный коэффициент фарма серебра. То есть, в то время, как на восьмом уровне большинство танков имеют процент доходности 170-175 и мы все хлопаем в ладоши, когда вспоминаем Левчика со 185 процентами, то у Супер Першинга целых 190. То есть, данная машина, по большому счету, предназначена для того, чтобы фармить именно серебро в нашей игре, играя на восьмом уровне. Чем примечательны Т26Е3 Игл-7? Это машина седьмого уровня и, да, пускай эта тачка не для фарма серебра, но у него повышенный коэффициент доходности по свободному опыту. В то время, как другие танки в нашей игре имеют 5% доходности в виде свободного опыта, у этого товарища целых 10. Это единственная тачка с повышенным коэффициентом доходности, про которую я знаю. Если вдруг я ошибаюсь, обязательно пишите в комментариях, какая еще машина обладает таким уровнем доходности по свободке. Что касается Т26Е4. Его вы можете купить отдельно от набора, но я не считаю, что данное предложение является выгодным, точно так же, как предложение и на Игл-7. Дело в том, что 5500, да, для восьмерки это классно, это хорошо, но вы получаете машину в голом состоянии, без легендарного внешнего вида, без иксов, и при этом всем вы экономите 3000 голды, за которые, по большому счету, получаете себе дополнительного фармера свободки, который будет помогать вам проходить какие-то веточки, которые вас интересуют. Ну, короче говоря, в любом случае, действительно выгоднее брать набором. Что касается покупки по отдельностям, то, скорее всего, это предложение будет более актуально для тех игроков, у которых одна из этих машин есть и хотелось бы заиметь себе в коллекцию другую. Что касается играбельности данных машин, в целом, вполне себе нормально. Единственное, что стоит привыкнуть к Т26Е4, поскольку машина крайне нерасторопная. Но это мы с вами обсудим непосредственно в самом бою. Ну, а что касается орудия, то заценим ТТХ, стоя в ангаре, и, соответственно, отправимся сейчас в бой для того, чтобы потестить. Пробитие 205, этого действительно недостаточно для того, чтобы полноценно нормально бороться против тяжелых танков 8 уровня. Можно поставить калиброванные снаряды, но тогда падает ДПМ, и скорость перезарядки орудия будет дольше. 6,14, это с учетом того, что оборудка установлена как раз на досылатель, а не на калибровку. Снарядов, что касается среднего урона, то 225, это не так уж и много. И да, действительно, придется немножечко попотеть для того, чтобы набить большое количество урона за бой, чтобы получить, соответственно, хорошее вознаграждение по серебру. Стоит отметить хороший угол склонения орудия вниз, минус 10, с которым действительно приятно играть, а что касается времени сведения разброса, то вполне себе приемлемые показатели. Ну а что это собой представляет непосредственно в самом бою, сейчас обязательно посмотрим. Ну а после этого боя обязательно возьмем Т26Е3 Игл-7, для того, чтобы заценить его, ну и, соответственно, посмотреть, что он приносит в виде свободного опыта. Ну что, отправляемся в бой, давайте попытаемся нафармить серебряный день. Ну что, ребят, погнали. Но погнали это слишком громкое слово, когда играешь на суперпершинге. Помните, я говорил по поводу того, что необходимо будет привыкнуть к его, ну я бы сказал, крайне заурядной подвижности. Он действительно не сильно круто стартует с места. Да, на нем можно раскочегариться и пойти на максималке, которая тоже, кстати, далеко не фонтан, но в целом, чтобы передвигаться, достаточно. И я бы, честно говоря, данную скудную подвижность отнес бы больше к плюсам данной тачки, нежели к минусам. Дело в том, что данный аппарат, он предназначен в первую очередь для новичков, для того, чтобы эти ребята могли зарабатывать себе дополнительное серебро и таким образом покупать себе проходные машины быстрее. Именно поэтому плюсом данной машины, а не минусом является скудная подвижность. Она не дает вам прямой возможности где-то круто упороться, в общем, встрять в какие-то неприятности, а дает возможность приехать каким-нибудь замесом тогда, когда все уже началось. Вы не являетесь первоначальной и приоритетной целью для своих соперников, ну и, соответственно, в поддержке своих союзников можете накидывать урончик, за который будете потом получать, соответственно, свой доход по серебру. Что касается времени сведения и точности. Все очень классно, все очень круто. Действительно быстро сводится, действительно нормально выцеливает. Ну а что касается уровня пробития, то да, далеко, далеко не самый лучший показатель и придется подольше повыцеливать какие-то серые зоны. Но поверьте мне, с его точностью для вас это проблемой какой-то не будет однозначно. Что касается живучести машины. Стоит отметить, что парадоксально, но факт, данная тачка имеет хороший уровень бронирования. Многие говорят, что прошивается прям на ура, куда угодно, но это не совсем так. Дело в том, что броня данной машины, она, я бы сказал, больше непредсказуема, нежели сталая и постоянная в своем значении. То есть, когда по вам стреляют, не факт, что вас пробьют, даже тогда, когда у вас четко видна серая зона, и эту четкую серую зону ваш соперник выцеливает. Так, братишка, ты очень классно здесь приземлился, ни черта не вижу из-за тебя. Ну да ладно, поехали дальше. Что касается угла склонения. Очень приятно играть от неровностей. Вы можете вполне спокойно работать где-то от башни. На башне есть дополнительная защита. И в целом все это в комплексе дает возможность нормально стоять где-то, отстреливать как по собственным засветам, так и по засветам своих союзников. Ну и в целом, получается, получать неплохие результаты в отношении своей результативности в бою. Что касается комфорта игры. Ну вот то, что действительно изначально мною было озвучено как плюс, параллельно является и минусом. Очень часто ты на этом танке куда-то не успеваешь. И это факт. И скорее всего, это будет не сильно приятной новостью для тех игроков, которые умеют играть и которые не боятся куда-нибудь взорваться. И, как я говорю, встрять в какие-нибудь неприятности. Короче говоря, если говорить о ценнике в 5500, то однозначно данная восьмерка стоит внимания для того, чтобы ее себе приобрести исключительно с целью получения дополнительного заработка по серебру. То есть, если вам нужен недорогой фармер, то в целом данная машина вам однозначно подойдет. 1130 единиц урона. Я просто не успел больше набросать. Вот как-то бой так сложился, что все замесы начинались и практически всегда заканчивались без моего присутствия. Ну а теперь давайте посмотрим, что это показывает нам в виде результатов по заработку конкретно серебра. Но начнем с того, что у меня активирован прем-аккаунт. Поэтому цифра по заработку действительно ошеломляющая. Чистыми 135 тысяч серебра. Но если мы будем говорить о заработке без прем-аккаунта, то 97 тысяч. Разница действительно существенная, но обратите внимание, 97 тысяч это при том, что я набросал меньше 2000 урона. И я сказал бы, что бой у меня не удался абсолютно. При этом всем, ребят, затянули 33 тысячи бустеры. Но даже если их отминусовать, то 60 с копейками тысяч серебром чистого дохода без учета бустеров и без учета прем-аккаунта, я считаю за такой бой, за такой настрел действительно крутым и классным показателем. Ну то есть в принципе супер першинг, он действительно оправдывает свое звание самого крутого фармера в игре на восьмом уровне. Теперь давайте перейдем к Т26Е3. Как я говорил, данная машина не имеет легендарного внешнего вида, то есть поменять внешний вид машины вы не можете. Именно поэтому разработчики в комплект к этой тачке положили обвес. Обвес выглядит вот таким вот образом. Орланчик, ну, красиво. Мне лично нравится, но с другой стороны и без него, в принципе, можно играть и получать те же самые заработки. Поэтому, поскольку в набор положили, уже спасибо, но даже если бы не было, то в целом ничего страшного. Что касается орудия. По орудию здесь тоже очень классно, очень приятно. Вы накидываете те же самые 225 единиц урона, но уже на седьмом уровне с пробитием в 160 единиц, что для семерки, ну, я бы не сказал, является каким-то крутым показателем. Как правило, 160 единиц пробития это показатель для шестого уровня, но в целом привыкнуть можно. Что касается угла склонения орудия вниз, тоже минус 10. Опять-таки, очень комфортно и приятно играть где-то на неровностях, и ты не чувствуешь себя скованным в отношении возможностей выцеливания кого-то, когда передвигаетесь по каким-то барханам, ухабам, ну и так далее. Что касается времени перезарядки. 6,5 секунд. К этому времени придется привыкать, но вы помните, почему вы к этому привыкаете. Потому что вы вывезете больше свободного опыта, нежели без данной машины. Ну, то есть, играя на каком-то другом премии. Время сведения и разброс тоже комфортные и приятные. Ну, их, как обычно, посмотрим непосредственно в самом бою. В данном случае я хочу отключить бустеры на свободный опыт, для того, чтобы наш показатель по свободке, по результатам боя был максимально честным. Ну и отправляемся в каточку. Ну что, ребят, поехали. Давайте обсуждать все да по порядку. Начинаем, как обычно, с подвижности. Она просто есть. Вот, не плохо, не хорошо. Он просто едет. И я не могу охарактеризовать данное... Данное передвижение ни негативно, ни позитивно. Поэтому ничего не буду говорить. Просто едешь, тебе этого достаточно. Особо акцентировать внимание на этом не буду. Что касается угла склонения орудия вниз. Очень приятный показатель. Действительно удобно выцеливать кого-то из-за каких-то неровностей. Я вот сейчас, находясь вот здесь на горке, да, вполне спокойно выцеливаю тех, которые потенциально могут находиться в городе. Что касается... Сейчас, секундочку. Что касается времени сведения, что касается точности, все действительно на достойном уровне. Ну, здесь мне не хватает сейчас пробития для того, чтобы спокойно проковырять ИСа второго экранированного в лобэшник. Но сбоку абсолютно спокойно. И летит четко в танчик. То есть вопросов особых у меня нет. Что касается времени перезарядки. Вполне себе приемлемый нормальный показатель. Мне лично играется комфортно. Да, хотелось бы, чтобы перезаряжался немножечко быстрее. Но это уже больше придирка, нежели констатация какого-то недостатка по данной машине. Что касается того, какой геймплей вас ожидает. Стоит помнить по поводу того, что данная машина предназначена в первую очередь для того, чтобы зарабатывать свободный опыт. Точно так же, как Супер Першинг предназначен для того, чтобы фармить серебро. Соответственно, вы такой себе танк поддержки, который по засветам ваших союзников, находясь где-то на расстоянии, по крайней мере, в первой части боя, просто накидываете урон по максимуму, для того, чтобы, ну, по максимуму заработать. Ну, и только уже под конец боя, когда плюс-минус становится все понятно, начинаете ехать вперед, для того, чтобы что-то там зарешать, кого-то добрать, кому-то помочь разобрать соперника. Ну, в общем, принимаете более активное участие в бою. И, в принципе, это судьба, как одной, так и второй машины. От этого никуда не спрячешься. И, по большому счету, данные танки покупаются-то, в принципе, исключительно ради заработка. Хотя и пофаниться на данных машинах тоже можно. Сейчас придется поработать немножко голдой, но поскольку мы фармим свободный опыт, а не серебро, то, в целом, я считаю, это ничего страшного и, в целом, вполне себе допустимо. Поскольку моя основная задача накидать максимального урона в победном бою, то, соответственно, затратить немножечко серебра на голдовые снаряды, для того, чтобы потом получить дополнительный процент по свободному опыту, я считаю, что вполне себе нормальная и здравая мысль. Так, давай, покажи корму. Не дался, не дался. Ну ладно, будем отрабатывать тогда по тигру. Ну и, в принципе, все, ребят. На этом бой заканчивается. Победа. На моем счету один фраг. Вполне себе для такого боя нормальное количество накинутого урона по соперникам. Ну и теперь давайте будем смотреть, что это в виде показателя фарма свободного опыта. Я не могу сказать, что данный танк будет постоянно находиться в ваших руках и, скорее всего, вы к нему будете возвращаться тогда, когда вам срочно надо будет нафармить себе свободки. 1883 единицы нанесенного урона приносят нам в итоге 67,5 тысяч серебром с учетом того, что мы использовали голдовые снаряды. Что касается фарма свободки, то, как вы видите, за неполные 2000 единиц урона, а на нем можно делать и 2500 абсолютно спокойно, мы получаем целых 560 свободки. То есть больше полутысячи за один бой. По большому счету вы получаете, грубо говоря, 5000 свободного опыта за 10 таких боев. Это действительно очень крутой показатель и мало кто в игре способен на такую доходность в отношении свободного опыта, как Игл 7. Мне лично и тот и другой танчик нравятся. Да, пускай я не часто сажусь за руль этих транспортных средств, но в то же время я и делаю это не для того, чтобы на них зарабатывать, а просто потому, что меня потянуло на них поиграть. И только тогда, когда я играю и получаю дополнительные доходы от боев, я вспоминаю о том, что эти машины обладают дополнительными коэффициентами фарма. Вот такие два лютых фармера и покупать их или не покупать, безусловно, решать вам. Мое дело показать танки такими, какие они есть и рассказать про них чистую правду. И если вас, в принципе, устраивает честное мнение на канале и вы за честность самого автора, то, пожалуйста, подписывайтесь на канал прямо сейчас. Поверьте, тут вас никто никогда не обманет и не посоветует купить себе что-либо, что потенциально может вас расстроить. Я пошел снимать специально для вас следующее видео. Вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok